Электронные документы оборот, автоматизированная проверка организаторов имущественных торгов и другие обновления. Изменения в сфере продажи государственного и муниципального имущества обсудили во время специальной сессии на форуме выставки «Гоззаказ». Эта тема взаимосвязанная, тема, как иначе, связанная с проведением торгов, с электронными сделками, с владежами, с клиентами, с их регистрацией, с электронными площадками. Поэтому темы очень близкие по своим смыслам, по экономическим смыслам, которые являются очень важными сейчас особенно. С 1 апреля этого года 68 видов торгов перешли в новую систему ГИС-торги. Теперь благодаря этому доступно заключение договоров в электронной форме, а также их поиск и фильтрация. Также выполнены доработки, которые обеспечивают взаимодействие системы с Единым государственным реестром недвижимости. По явлению обновленной платформы уже были отмечены значительные успехи. У нас приведено более 300 тысяч торгов на сумму более 60 миллиардов рублей. И, конечно же, повышение на дорогах, то есть повышение стоимости продажи имущества составляет более 25%. Вчера 25% в этом взяли среднее. На самом деле есть случаи, где и на 50, и на 100% увеличивается стоимость продавания имущества, что позволяет привлечь больше денег в бюджеты и бюджетные системы Российской Федерации. Одно из главных преимуществ системы – публичность, проходящих сквозь нее данных. Благодаря этому сфера имущественных отношений стала прозрачной от коррупционных факторов. На будущее планируют перевести все торги и процедуру заключения сделок в электронный формат.